Думаю, чтобы все-таки успели. Значит, хочу вам сказать заранее, что я... Сегодня мне необычное совершенно будет начало. Дело в том, что Блок, к счастью, является такой личностью, о которой кто-то только не писал, по вполне понятным причинам. И мне удалось найти две замечательные статьи о Блоке. Они, к счастью, недлинные и понятные. Вот. И я вам, наверное, даже одну статью просто не читаю. Нет, нет, не Чуховского. Ну и еще. Вы все здесь люди, знающие более или менее Биарли и Блок, поэтому на каких-то вещах я не буду останавливаться, буду вам только, так сказать, намекать. Вы все остальное будете знать. Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, блаженствую вас, безумие львесть, Одней войны, одней свободы, кровавый отблеск в лицах есть. Есть немота, тугул Набата, заставил затворить уста. В сердцах восторженных когда-то есть роковая пустота. И пусть над нашим смертным Божьим взовьется с криком воронье те, кто достойнее Божьего, Божьего, да узы в царстве Твое. Я хочу сказать вам, что Блок, с одной стороны, оправдывает символизм весь, от начала до конца. Потому что, по большому счету, по большому счету, кроме Блока в нем почти ничего и нет. То есть, это настолько явление более глубокое, чем, скажем, Барнин, о котором мы говорили, Брюсов, о котором мы говорили, даже Анинский, который, собственно, не совсем еще символист. Вот. Это настолько всеобъемлющее явление, что никак не хочется спекулировать на особенностях его биографии. Ну, просто не хочется. Это нам ничего не даст. Но, правда, некоторые вещи, о некоторых вещах стоит поговорить. Значит, Блок – это эманация поэта и философа Владимира Соловьева. От начала, но не до конца. К счастью. Почему Блок… Какая главная ошибка человеческая Блока? Главная ошибка его в том, что он пытался философские изыскания перенести в быт. Вот этого делать ни в коем случае не надо. Поэтому, если, скажем, для Брюсова, даже для Байманда, символизм был литературы, то для Блока это была жизнь. Это было мировоззрение и жизнь. Отсюда практически все, что… Все то негативное, что мы о Блоке знаем, и можем сейчас об этом позабыть. Ну, немножечко, совсем немножечко о биографии. Значит, родился Блок в 1880 году. Его отец был Александр Львович Блок, известный юрист, профессор, профессор Варшавского университета. Он учился в Петербургском, защищал там диссертацию, одну и вторую. А ректором Петербургского университета в то время был Бекетов, знаменитый ботаник. Он был ректором Петербургского университета и жил, естественно, в ректорском доме в университете. С кем дружил Бекетов? Из дома, который стоял около военно-медицинской академии, тогда это было просто медицинская академия, на пароходике к нему приезжал знаменитый химик Дмитрий Андреевич Менделеев. У Менделеева была дочка, очаровательная дочка, и у Бекетова был внук Сашенко. И они гуляли по набережной университетской, и все удивлялись, какая-то замечательная пара. Малыш с копной волос и очаровательная девушка, принц и принцесса. Ну вот как в воду, в неделю. Надо сказать, что Александр Львович Блок был человеком невростоянического склада. Очень сухой, очень сдержанный, очень жадный, патологически жадный. Допустим, когда он работал уже в университете в Варшавском, он надевал на себя три рубашки. Одна грязнилась, он надевал вторую. Грязнилась вторая, он надевал третья. Он не зажигал у себя света. Он выходил на лестничную площадку, где был газовый рожок, и при свете газового рожка читал книжки. Он, у него не было кухарки, он как-то готовил себе сам. Но между тем, он умудрился два раза жениться. Заходите, заходите. Вот, он умудрился два раза жениться, хотя характер у него был жуткий. Значит, ну, первая его женитьба была на Александре Андреевне Бекетовой, на Сашеньке, на дочери профессора Бекетова. Он поразил ее воображение, и в 77-м году сделал ей приложение руки и сердца. Причем она отказала его от оторопения, потому что она считала, что она недостойна того, чтобы быть его женой. Он рассердился, ушел. Это был такой человек с бегущими жилбаками. Вот, ушел. Ну, через некоторое время она написала ему письмо. Они объяснились. И он стал ее мужем. А через некоторое время он должен был уехать в Варшаву. Это был 78-й год. Он забрал Сашеньку с собой. И там она забеременела. И рожать она приехала в Петербург. Надеясь, что из семьи ее обратно не отпустят. Потому что муж уже ее рукоприкладством занимался. Учил ее жить бесконечно. Ну, в общем, он был деспот, ветеран семейный, самый настоящий. И Александра Андреевна осталась дома. Он уехал к себе в Варшаву. И в скорости они развелись. Он женился второй раз. И, собственно говоря, об его жене мы почти ничего не знаем. Важно только то, что у него родилась дочка Ангелина. Я бы вам так долго о нем не рассказывал. Если бы не то обстоятельство, что в 1909 году, когда профессор Старый начал умирать, Блок поехал к отцу. Они почти не поддерживали отношений. Но когда он просил денег у отца, он всегда высылал меньше. Но все-таки высылал. Так вот, когда Блок убедил его в гробу, то интересное дело, он почувствовал свою вину перед отцом и как-то с ним помирился. Это вот такая вот ситуация. Прям смерть сблизилась. Оказалось, что Старый профессор оставил дочери и сыну 80 тысяч рублей. Хочу вам сказать, что по царским временам это была огромная сумма денег. Потому что когда умирал Дмитрий Иванович Менделеев, он тоже дочке оставил какую-то сумму. Но значительно меньше. И тогда, возвращаясь из Варшавы, Блок задумал произведение, которое никогда так и не закончено. Поэму «Возмездие». «Возмездие» он понимал как возмездие рока. Как родовое такое проклятие. Она должна была состоять из, ну, как обычно, поэмы из трех частей. Но написал он только едва половину второй части. Теперь о символизме. Значит, Соловьевы вообще. Потрясающая семья. Старший Соловьев Сергей Михайлович. Историк знаменитый. У него два сына. Сережа и Володя. Сережа старший Сергей Михайлович, Владимир младший. Значит, Сергей Соловьев был издателем, переводчиком. И что интересно, я вам о нем рассказывал, если вы помните. Это он жил в квартире ниже этажа у Белого. И к нему Белый ходил, значит, в гости. И там рос как поэт. Это именно он застрелился, и его жена, он умер от инфлюенции, от воспаления легких, грипп у него был. А жена застрелилась сразу же после того, как он. И осиротел маленький Сережа Соловьев, который был поэтом, который был другом Белого и Блока, который был символистом, органавтом. Это я все вам о Белом напоминаю. Ну, вот такое вот семейство. Владимир Соловьев, если мы не будем углубляться далеко, а вы знаете, что я уже признавался, что я не понимаю фенософского языка совершенно, то в чем суть его учения? То, что происходит здесь, это жалкое отражание того, что есть на самом деле. Значит, внешний мир, он практически не существует почти. Он отражает идеальный мир, который существует где-то. Правит этим идеальным миром женская душа. Вот. Она распространяет любовь вокруг себя, которая есть смысл жизни. Он сказал, собственно говоря, и что тут такого. Ну, у Блока на этой почве съехали мозги просто. Дело в том, что первые его гимназические опыты были в основном в области платной любви. Со всеми вытекающими последствиями. А потом была замечательная женщина, старше его почти вдвое, Ксения Садовская, КМС, которая посвящена ему стихи. Он влюбился, полюбил, получил ответ на ее чувства, хотя она была женщина уже, мать троих детей, обеспеченная. Но, видимо, перед напором этого юноши устоять было невозможно. И тут мать, которая была женщина нервная, страдающая биоптическими припадками, но безумно любившая сына. Безумно. И, естественно, ревновавшая его ко всему, что может сына от нее как-то отдалить. Тут любовь. Она сказала, Сашенька, ну это же лучше, чем ходить в определенные заведения. Это все-таки лучше. И у блока в сердце начала расти какая-то рединка, которая так никогда и не растаяла. По сути дела, этот человек не умел любить. У него любовь была вот это-это, а это-это. И никогда не соединялась. И когда он женился на Любовь Дмитриевне Меделеевой, она ему сказала, Саша, только вот в браке есть такая пошлая сторона. Он обрадовался безумно, сказал, да-да, конечно, есть. Мы этим заниматься не будем никогда. А она-то через год выросла, стала взрослой. Ей нужна была обычная любовь к обычной женщине, которую он так никогда ей не дал. Никогда. Она терпела-терпела, потом физиология возобладала, и началось то, что и должно было начаться. Но вот что интересно. Ну, казалось бы, какая семейная жизнь? Так ведь они друг от друга отлипиться не могли до самого конца. Это удивительно. При том, что Александра Андреевна и тут ему без конца твердила, что Любовь его не стоит, что это вообще ужасно, все, зачем он это делает. Она была страшной свекровью. Просто страшной. Вот. А Блок ее очень любил. Очень. У него с детства был страх. Один страх, очень такой большой, это не быть похожим на отца. То есть отец, который мучил мать, в его представлении, был ищадьем ага, так и в поэме «Возмездие» он видит демона, изображен этот муж. Вот одна боязнь быть похожим на отца, а похожего было очень много. И внешне. Вторая страсть. Второй страх был не причинить Любочке чего-то такого, что ее бы осквернило. Вот. Это тоже такой страх. И все это замешано на гениальных способностях великого лирика. Ведь почему Блок так дорог нам? Ну, разве вы можете сказать, что его стихи – это замок? Да ни в коем случае. Никогда. Потому что прежде всего, да и еще одна вещь очень интересная, если говорить о Блоке, что его подвигало на стихи. Это же тоже важный вопрос для поэта. Из чего он пишет, собственно говоря? Так вот, с одной стороны, его подвигали эти вот соловьевские мысли. А с другой стороны, самый обычный, простой человеческий быт. Война ли, которая была, разруха ли, которая была, сам Питер, который... Почему, вы знаете, я, когда сейчас провел себе две недели с Блоком, я ему был страшно благодарен. Я с ним гулял по Питеру. По этому туманному городу. У него все время жил страх, что город может исчезнуть, чтобы быть пусто месту сему. Город такой непростой, необычный. Ну, что еще интересно сказать, что Блок, конечно, у современников пользовался безудержным уважением и любовью. Безудержным. С ним могли не соглашаться. Ну, скажем, Гумилев приревновал Фанну Андреевну платоническим чувством. Он попростил ей связь. Но он не мог ей простить платоническую любовь. Потому что она же ведь, ну, она же из души. Значит, значит, не он гений Геанна Андреевна, а гений Блок. И этого простить невозможно. Этого просто нельзя простить. Понимаете? Это как бы, допустим, мне моя жена начала говорить, что она обожает Митяева. Я бы ее убил. Ну, вот, понимаете, вот такое вот уважение. Ну, теперь блок революции. Ну, во-первых, предвидел. Предвидел. Во-вторых, действительно ждал. Действительно ждал. Это как, знаете, как тот анекдот Рубинович, что вы делали для революции. Сидел и ждал ее. А что делали после дождаться? Весел. Как раз, примерно в этом же, в этом же варианте. Значит, он считал разрушение необходимым. Он, да, он потом писал, что жизнь невозможна, что большевики, большие мастера по разрушению быта и уничтожению людей. То есть он это все видел. Но, в принципе, сама стихия революции была для него не чужда. Это совсем не значит, что он прославлял. Он вообще никогда и никого не прославлял. Блок этим заниматься просто не мог. Это был другой способ существования. Понимаете? И вот поэма «Девенадцать». В восприятии поэмы «Девенадцать» смешались большое количество разных взглядов. Ну, во-первых, во-первых, это глупая мысль о том, что он кого-то там прославляет. Блок прямо писал. Тот, кто видит в «Девенадцати» политические какие-то мотивы, тут глупец. Их там нет и быть не может. Во-вторых, поэмы «Двенадцать» это абсолютно не блоковский язык. Это другой язык. Новый. Потом будет Маяковский, потом будут другие, но он был в этом плане первым. Третье. Поэма-то ироничная. Ирония ускальзывает у всех. Почему-то. Все забывают, как он ее написал. А написал он ее так. Был в Петербурге. Один актер. Фамилию могу посмотреть? Могу изменить. Кто у нас? Алло. Да. Извините, перезвоните мне минуту через часик. У меня семинар сейчас идет. Ну вот. Значит, был такой вот актер, который занимался тем, что он пел куплеты. И Блок написал эту поэму чистушечную. А никто не привык к тому, что Блок умеет вообще хоть как пошутить. Это с Блоком никак не соответствовало. И эту сторону вообще никто не заметил. Боже, простите, это ваше открытие. Не, Боже, как я могу сделать открытие? Это не мое открытие. Есть умные люди. Вот. То есть, понимаете? И самое-то гениальное в этой паре, самое значительное, что там есть, Блок слушал, он слушал, и он слышал. Когда в 18-м году он приехал в Москву, были его лекции, страшный успех, он был уже очень больной, у него были страшные боли, и эндокардит, и астма, и еще какие-то жуткие вещи. Голодали же они практически в Петрограде и так далее. То его спросил Чуховский, он спросил его, а почему Александр Александрович, вы не пишете? Он сказал, звуки исчезли, я ничего не слышу. Я ничего не слышу. И вот последнее, что он слышал, он слышал звуки революции. Вот эти звуки и неслись с улицы. И он их уловил, и он их перенес на бумагу. Собственно, в этом его гениальное значение этой поэмы, что это действительно документ эпохи. Это действительно документ эпохи. Я думаю, когда-нибудь пройдет там 400-500 лет, если захотят вспомнить об этой эпохе, то без этой поэмы обойтись сложно. Она именно этим и сильна, и хороша. Можно ее не любить, можно ее любить. Самое-то интересное, что Блок перед смертью, он резко изменил свое отношение к этой поэме, просил Любу уничтожить все экземпляры, и перед самой смертью он ей говорил, Люба, у Брюсова, я точно знаю, у Брюсова есть экземпляр, съезди к нему в Москву, он отдаст. Это он сзади до смерти. Теперь такая вещь. Он сам умер на него и этот вопрос постоянно звучит. Дело в том, что невероятный случай на политбюро, на заседании политбюро ЦК ЦК в КПП. РКПЗ, а в каком году? Ну, это было 18-й год. РКПБ. Трижды ставился вопрос, отпускать его или нет. Трижды. Это невероятный, поэтому важный вопрос, отпускать Блока или не отпускать. Причем никуда-нибудь, а просто в Фринляндию, в Санатове. Ленин сказал нет. Потом сказал ну ладно, визу он получил в день смерти. Причем его решили выпустить одного, прекрасно зная, что он один уже шагастый был. Очень были жуткие боли, которые дерзали его. Так вот, есть предположение, достаточно обоснованное, что он был в Москве на обеде у Каменева. Каменеву, он очень не понравился, очень не понравился, и якобы его на этом обеде отравили. Так это или не так это, ну я знаю версию, я вам версию докладываю. умирал он странно, ни во что не укладывалось, доктора поставить диагноз мы не могли. Он так и ушел без диагноза. Ну там понятно, что у него было то, было это, организм был безумно изношен и излишествами всевозможными, и отсутствие нормального питания. Вот, ну что мы сейчас будем об этом говорить? Я считаю, что Блок ему везло отчасти, повезло и нам повезло, что свое предназначение как поэка он выполнил из полного. Вот он написал 12, потом он еще написал скифы, и последнее стихотворение, которое он написал, это было стихотворение, посвященное Пушкинскому дому. Вот, три стихотворения. И все. И все. Вот, это, собственно говоря, если говорить о биографии, о женщинах. Ну, надо говорить о четырех, наверное. Правда, сам Блок как говорил, у меня всего две женщины, Любочка и все остальные. Но в дневнике он писал о ней страшные слова. Сейчас мы будем прочтем. Страшные слова. Вот, что Люба портит все, к чему не прикасается, что она отогнала от нее всех друзей. На самом деле, жизнь была адом, потому что ни Александра Андреевна не смирилась до конца с Любой. До конца так и не смирилась. Они портили друг другу нервы. А Блок безумно любил мать. Ну, очень он ее любил. Причем, он все понимал, что трудно, что и эпилепсия у нее, и нервные всякие припадки. Вот. Просто эту женщину насмерть убили эти два года общения с первым мужем. Насмерть просто убили. Несмотря на то, что она вышла замуж, она вышла замуж за полковника Кублицкого. Вот. И он был бордейским офицером, он был полковником, наладивая вроде бы их жизнь, но он умер в 20-м году. Он был уже генерал-лейтенантом, Куберлицкий Пеатух. У нее такая фамилия. Вот. Франц его звали. Обожал его Александр Александрович. У них были очень хорошие отношения. Он посвятил ему стихи о родине. Вот. Ну, а теперь давайте-ка я вам почитаю умных людей. Немножко. Вот замечательная книга Юрия Безелянского. Безелянского вот она. Эта книга, я вам ее показывал. 99 имен серебряного века. Бога. Спасибо. Она совсем коротенькая, поэтому вы уж меня потерпите. Блок Александр Александрович, 16 ноября, 80-го, 7 августа, 1921-го. Тема блока неисчерпаемая, как бездонный колодец. Черпать и черпать. А тут надо писать коротко. Задача адова. Так что, уважаемые читатели, приберегите критические стрелы для другого случая и посоветуйте автору. Ну а теперь блог. 23-летняя Марина Цветаева в апреле 16-го года восторжена писанским блогу. Имя твоё птица в руке, имя твоё льдинка на языке, одно-единственное движение губ, имя твоё пять букв, мячик пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, имя твоё, ах, нельзя, имя твоё поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век, имя твоё поцелуй в снег, ключевой ледяной голубой глоток, с именем твоим сон глубок. Зинаида Гиппиус своё посвящение поэту начала так. Стихи Александра Блока «Метель, взвивающая снег». Ещё одно определение вывел Иван Новиков. Блок не солнечный, а лунный, приглушённый рокот струнный, хруст апрельского снежка, голоса издалека. Александр Кочетков «Он был угрюм и твёрг, как сталь, смотрел вокруг холодным взглядом, в глазницах опалённых адом, ютилась звёздная печаль». И, наконец, Анна Ахматова «И ветер залива, а там между строк, минуя и ахи, и охи, тебе улыбнётся презрительно Блок, трагический тенор эпохи». Совершенно большой поэт, да? Тут никуда не веришься. Сам Александр Блок считал, в стихах каждого поэта девять десятых, может быть, принадлежит не ему, а среде эпохи ветру. Блок оказался одним из самых пророческих поэтов своей переномной эпохи, рубежа двух столетий. «Открой мои книги, там сказано всё, что свершится», писал он. Блок действительно ощутил подземный шорох истории и новый порыв мирового ветра, обнажённый совестью, назвал его Алексей Ремезов. «Вся современная жизнь людей – холодный ужас», – писал Блок тут овленой, «несмотря на отдельные светлые точки. Ужас надолго непоправимый». Это трагическое ощущение жизни было присуще Блоку изначально. Он делал героические попытки не сломаться в этом известном противоборстве света и тьмы и убеждал себя самого. «Но ты, художник, твёрдо веруй в начало и концы, ты знаешь, что стерегут нас ад и рай, тебе дано бесстрастной мерой. Измерь всё, что видишь ты, твой взгляд добудет твёрд и ясен. Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир прекрасен». Вот ведь как. Но как раз с оптикой у Блока было не всё в порядке. Подчас он видел прекрасное там, где его вовсе не было. И одно из главных его заблуждений – поклонение прекрасной даме. На эту роль он выбрал вполне обыкновенную, плотскую и чувственную девушку – Любовь Менделеева. Она была для Блока светлой, лучезарной, непостижимой, таинственной. За шесть лет, с 1898 по 1904, Блок посвятил Любе, сначала возлюбленной, а потом жене, 687 стихотворений. Это не то, что Боротынский, который своей жене посвятил одно стихотворение, начинающееся «Зачем? Зачем ты отравил?» Первый сборник поэта «Стихи о прекрасной даме» вышел в 1904 году и стал одним из главных произведений русского символизма и одним из шедевнов любовной лирики. «Стихи Блока о любви, считал Паустовский, – это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и мучительны. О них почти невозможно говорить. Их нужно перечитывать, повторять, испытывая каждый раз сердцебиение, уборачивая их томительных напевов и без конца удивляться к тому, как они входят в память навсегда и внезапно. Но любовь у Блока была странная, не совсем реальная, а в духе идеи Владимира Соловьева «Вечно женственном» о Софии Ева он об этом говорил. В мировой душе, так сказать, любовь в символистской упаковке, но от этого, конечно, не менее пленительна. «Я и молод, и свежий влюбленный, я в тревоге, в тоске и мольбе, зеленею таинственный клен, неизменно склоненный к тебе». Тема Блока и женщина – увлекательный любовный детектив с неизменным трагическим концом. После Менделеева и страсть поклонения к Наталье Волоховой и Любови Дельмас, и циклы книги стихов «Снежная маска», «Паина», «Кармен» и снова своеобразная блоковская оптика. Дельмас для всех была рыженькая и некрасивая. А поэт увидел ее иначе. И зубов жемчужный ряд, и певучий стан, и хищную силу прекрасных рук. Влюблялся Блок пылка, как гимназист. И кровь бросается в ланиты, и слеза счастья дышит в грудь перед явлением «Карменситы». «Как блаженно и глупо, давно не было ничего подобного, ничего не понимаю», – записывает Блок в период увлечения Любови Дельмас. Все поет. Были у Блока и другие женщины. Была и самооценка, грешность за всегда тайночных ресторанов, падшая ангел. Да есть печальная услада в том, что любовь пройдет, как снег. О, разве, разве клясся надо в старинной верности навек? Нечто обряд легко заправить, медвежью полость на лету, и тонкий стан обняв лукавить, и мчаться в снег, и в темноту. И тут же раскаяния, похмельная тоска, двойник поэта шепчет. Устал я шататься, промозгнуть, туманом дышать, в чужих зеркалах отражаться, и женщин чужих целовать. Записные книжки Блока полны отчаяния и трагических записей. На улице ветер, женщины мерзнут, люди голодают, людей вешают, в стране реакция, а в России жить трудно, холодно и мерзко. Русь моя, жизнь моя, вместе нам мальться, царь до сибирь, до эрмак до тюрьма. Эх, не пора ли разлучиться, раскаяться, вольному сердцу, на что твоя тьма, лунатик лилизма, называл Блока Юлий Айхин Валю. Поэт Дионис был и социальным поэтом, он точно вписался в контекст истории и не мыслил себе в пути вне России. Русь моя, жена моя, до боли, нам нужен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Эти строки из стихотворения на поле Куликовом, и там же и вечный бой. Покой нам только снится, сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. Блок эсерафимического отрока, влюбленного и тоскующего, постепенно превратился в угрюмого скитальца, печального человека, расставшийся своей мечтой и придавленный унылой действительностью. И он пишет цикл под характерным названием «Страшный мир». И опять же, постоянно цитируемая «Ночью улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет, живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет». Нет, революция все в корне изменила. Музыка революции, которая издолго до появления страшного блока, обернулась страшным возмездием для России и для народа, для интеллигенции и лично для блока. Наш современник Владимир Корнилов вывел ряд «Возмездия, Россия, мрак и блок». А сам поэт в своей поэме писал «Хвадцатый век еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромней тень Люциферова крыла». В Россию, как и предвидел Блок, пришли варвары, разрушители, скифы. Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами. И возвращаясь к возмездию, и черная земная кровь, с улитном раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные рубежи. После революционных потрясений Блок уже не поэт. Последний всплеск поэмы «Двенадцать», гениальная, но странная, противоречивая. И идут без имени святого все двенадцать, да, ко всему готовые, ничего не жаль. Когда до него дошли слухи о том, что разорили его усадьбу, а он, надо сказать, Шахматова очень любил. Это был его приют. Он вкладывал много реальных усилий в то, чтобы эта усадьба развивалась, чтобы она была отремонтирована, чтобы там все было в порядке. Вот. Так Блок сказал, ну что ж, жена его, Любовь Дмитриевна, говорила, страшно за него, то он начинает все крушить. Он мог все скинуть со стола, все разбить, там, любимую вазу, которой он очень дорожил, еще чего-то. Раз все разрушается, пусти это рушится. Вот такая вот была. Именно эти двенадцати пальнули в святую Блоковскую Русь. И непонятно при этом роль впереди идущего Христа. Максимилиан Малужин полкал, что Христос не ведет красноармейцев, а преследуется ими носителями заблудшей души русской разничины, потерявшей Христа. Но власть решила иначе. Двенадцать дней революции зачислил Александр Блока в советские классики. В 1934 году на Первом съезде писателей Николай Бухарин говорил «Блок за революцию» и своим «Да», который он провозгласил на весь мир, он завоевал все правы на то, чтобы в историческом ряду стоять на стороне баррикады. И в заключении вот такие стихи. «Но не завали суд последний, не вам замкнуть мои уста, пусть церковь темная пуста, пусть пастырь спит, я на обедни пройду расистую межу, ключ ржавый поверну в затворе и валом от зари притворе свою обедню отслужу». Вот такая мысль о Блоке. Есть еще одна замечательная книжка. Она, правда, написана языком нечитаемым. Это книга Льва Анинского «Серебро-вечебный». Но вообще, для желающих я хочу ее тоже рекомендовать. Ну, если просто я хочу сравнить, чтобы вы поняли смысл, вот Анечка идет. Вот Анечка идет. Извини, очень страшно. Ничего страшного. У Блока обозначено начало, вернее, безначальности. Непонятные, неощутимые границы, тьмы, истоки, причины мрака. Мир не очерчен, вернее, так. То, что очерчено, не удерживает смысла, а то, что есть смысл, неудержимо, неуследимо и невыразимо. И зловеще, неохватно, и мучительно непредсказуемо. Это всеобщность, несущая пустоту и совпадающая в ней. Там, где полагается быть политической доктрией, с теми ясных убеждений вообще идеологическому фундаменту, там у Блока зияние, пустота, безмолвие, вакуум. Ну, вот это тоже очень, на самом деле, неправильно. Вообще, друзья мои, конечно, ну, это всегда, всегда непонятно, что делает человек со своим гением, и что делает гений с человеком. Вот, и, опять, как понять Блока? Ну, хорошо, ну, знаем мы, допустим, подробно все кабаки, в которые он заходил, и что? И что? Ну, да, напивался, ночью напролет. В друзьях держал людей неталантливых. Умеющих слушать. Талантливые, ну, были как-то ненужны. Так, женщины. Значит, любовь, потом актриса Наталья Волохова, у которой хватило ума перевести эти отношения дружеские. И подружиться с Любовь Демидовна. Они остались друзьями на всю оставшуюся жизнь. Ну, Любовь Демидовна говорит, вам надо это? Ну, берите, берите. И она поняла, что это не надо. Потом была актриса Дельмас, Кармен. Замечательные стихи. Там была настоящая любовь, страсть. Любочка очень переживала, они даже разъехались на время. Так что она могла всегда к нам приходить. Они не жили в соседних домах на Офицерской улице. И, наконец, очень непростые отношения с Анна Андреевной Ахматовой. Почему Гумилев-то бесился? Ну, не зря бесился. Отношений, собственно, не было. Ну, то есть, хотя вроде бы и были. Оба молчат. Оба ничего не сказали. Так вот, есть такие моменты, которые трудно объяснить. Вот. Дело в том, что мне так кажется, что Ахматову к блоку и блоку к Ахматовой. Тянуло друг к другу, как вот гения к гению. Вот, мне кажется, вот здесь вот это было главным. Хотя, хотя, блок долго воспринимал ее как девочку симпатичную. Но про стихи это так. Но, тем не менее, писал каждый раз, что они лучше, лучше, лучше. Потом они пару раз общались, разговаривали о море, которое любила и он, и она. И, в общем, она к нему относилась, конечно, с трепетом. С трепетом. К нему вообще все относились с трепетом. А Есенин приехал с письмом, рекомендательным к блоку, потел 15 минут на лестничной площадке, то руку к звонку, то от звонка, руку к звонку и от звонка. И, кстати, потом никогда не простил блока своего смущения. Хотя, бог его прекрасно принял и ввел его, собственно говоря, в литературу. Ну, правда, он при этом говорил, что да, замечательно, звучно, но не мое. Ну, почему это должно быть мое? Но он блока этого не простил. Барская поэзия вообще. Вообще барин. Понимаете? Ахматова сказала Есенин. Блоковский оркестр перепеты клятной структуре. Ну да, ну конечно, ну конечно. Нет, ну Есенин это все-таки загадка. Ну ладно. Вот, собственно говоря, друзья мои, что я хотел вам фактического сказать. Если у вас есть вопросы, задавайте. Я знаю много больше, чем я сегодня вам рассказал. Так что, если есть какие-то контейнерные вопросы, я... Ну, я пропустил, я пропустил, конечно, замечательную историю взаимоотношений Белого с Блоковым. Но я вам поэтому, по-моему, вот когда рассказал о Белом, я вам, по-моему, об этом говорил. Вот. Любочка, впервые на нее посмотрел мужчина нормально, нормальными вообще говоря, глазами. И она, конечно, не могла остаться равнодушной. Ну, вот знаете, вот опять, вот, вот опять. Вот они разъезжались, снижались. Она выезжала на гастроли, она рожала детей. Ребенок умер. Блок переживал это, как будто он потерял своего, Митеньку. Он девятидневно умер, совсем маленьким. И Блок страшно переживал стихи, писал про Белого. Так вот, она всегда возвращалась. Она всегда возвращалась. И вот они поехали в Италию вместе в девятом году. Замечательно съездили, очень сблизились. И решили потом поехать в Шахматово. Поехали, там разругались. В Дрыск, потому что там был Александр Андреев. И все пошло наперекосяк, тут же, сразу. И все-таки Люба его похоронила. Она осталась с ним до конца. Тоже больная, постаревшая. И тоже было сорок. А Люба было корово? Сорок. Сорок. Восьмидесятый, двадцатый. Страшно. Ему было, ну, двадцать первых. В общем, все равно двадцать. Сорок лет ему было. Сорока одного еще не было. Вот такая вот странная, страшная судьба. Потому что, видимо, всем тяжело во время перестроек всяких разных. А гением, наверное, тяжело втрое. Теперь я хочу сказать, что так ли на самом деле много поэтов, которых обязательно помните. Обязательно знать. Их немного. Но блог входит в это число. Мы не можем не знать блока. Русский человек не может блока не знать. Я допускаю, что можно не знать Сашу Черного. Я даже допускаю, что можно не знать Брюса. Ну, можно не знать. Ничего в душе особенного от этого не изменится. Конечно, если мы будем знать, душа наша скажет нам спасибо. Но если мы не будем знать, ну, на блока не знать. Нельзя так же, как нельзя не знать Пушкина. Так же, как нельзя не знать Есенина. Хотя это другой масштаб, может быть. Но нельзя не знать. Потому что это наша генетическая память. Ну, вот так я постарался сегодня избежать. Я про Ахмата. Я про блока говорю. А милый про черный. Да. И что? А вы сказали, что нам будете рассказать про блока, вы скажете про роль цвета. А, про роль цвета? А, да. Это его, так сказать, у него три цвета главных. Красный, синий и желтый. Желтый – это цвет пошлости. Да. Это городские окраины, это кабаки, это и на желтой заре фонари. Красный – это цвет любви. Красного очень много в стихах о прекрасной даме. Синий – это цвет разлуки, цвет расставания, цвет печали. И в синий плащ печально завернулась, в сырую ночь ты из дым ушла. Мы будем читать сейчас во второй половине, мы будем читать блоковские стихи. Кое-что я вам спою. У меня все-таки немного, но, наверное, песен 4-5 на стихи блока есть. Вот. Вообще, понимаете, я говорю, что блок – это оправдание символизма. Все-таки. Все-таки. То есть талант поэта. Мне кажется, что поэта вообще не отвлеченная фигура, а совершенно конкретная. Ведь то, что пишет блок – это лирический дневник. Это не что другое, это именно лирический дневник. И если там и попадаются какие-то символические вещи, в конце-то концов и поэма «12» тоже все насквозь символ. Так, будем так уж говорить. Вот. Вот так. Печально это все. Я очень грустил, пока я читал облоги. Потому что грустного там гораздо больше. И постоянная тяга к смерти. С ранних лет. Постоянная. У него погиб, кончил жизнь самоубийством. Его приятель, кун, который был всего на два года его старше. Блоку тогда было 16, его было 18. И Блок уже с этих, вот с этого момента. Он тогда написал в стихотворении, что я пойду за тобой. Ну вот, во всяком случае. Знаете, вот подумайте только. На глазах одного поколения они видели этого замечательного юношу с ясным глазом, взглядом, так сказать, замечательной фигурой, копной волос, олицетворением жизни. И они видели усталого, больного, смертельно больного человека. Это все на расстоянии одной эпохи. Все на протяжении 20 с небольшим лет. Ну что, чай будем пить? Как вам вообще? Так, визу, да. Отхажите там. А может быть, как бы? Ага.